К скверу на Комсомольской площади. Внимание тверетян с особой силой приковано уже второй день подряд. Еще накануне горожан здесь собрало долгожданное событие – открытие мемориального комплекса в честь легендарного экипажа командира Степана Горобца, освобождавшего Калинин от фашистов в 41-м. Людей, пришедших к памятнику сегодня, увиденное, повергло в шок. Неизвестные разбили урны, поломали фонари и разукрасили цветной краской монумент. Действия вандалов, по всей видимости, были тщательно спланированы. Помимо хаотичных зигзагов, краской из баллончиков они нанесли на монумент оскорбительные надписи для всех, кто жил в Советском Союзе и живет в современной России. Жирной полосой перечеркнули все, что воспевает подвиг защитников Отечества. Руки, ноги и башку отрубить, не то что какое-то давать им по жизни, а давить таких надо. Жестоко наказать этих людей. У людей нет совести. Вот пишут СССР, вот обвиняют, да? Но это же наша история, мы через это прошли. Если вам этот этап в истории не нравится, ну сделайте выводы и постарайтесь строить какое-то иное государство. Вот писать-то легко. И памятник-то не СССР, а нашим защитникам. Благодаря им мы сейчас живы. Мы не верим, что в какой-то из их семей не было бы жертв войны. У всех воевали, у всех погибали. Вандалин сам настоящий. Это люди несовести не имеют ничего вообще. Человеческом нет ничего в них. Двух братьев похоронили. Отца во время войны. Для меня это святое. Сообщение о преступлении поступило в полицию в 10 часов утра. Но действовали преступники, вероятно, ночью в опустевшем сквере и при наименьшем потоке машин, говорят стражи порядка. Кстати, нападению вандалов в эту ночь подвергся еще один монумент, расположенный всего в одной остановке отсюда, памятник Ленину. В сине-красный цвет они выкрасили почти всю фигуру вождя пролетариата. С самого утра на местах преступления работали криминалисты и следователи. Говорят, несмотря на то, что камер видеонаблюдения здесь установлено не было, зацепки все же есть. Уже удалось обнаружить несколько улик. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм». Санкции, наверное, можно сказать, к конкретному случаю, к сожалению, не такие суровые по данной статье Уголовного кодекса. Начинаются они от штрафа 50 минимальных размеров заработной платы и заканчиваются арестом сроком на 3 месяца. К розыску преступников уже подключилась прокуратура и ФСБ. В Твери ведется усиленное патрулирование всех улиц. По мнению Андрея Шевелева, вандалы эти роды не из Твери и действовали, скорее всего, исключительно в предвыборных целях. В том, что сквернители будут найдены, у него нет никаких сомнений. Я предполагаю, что за люди, которые используют сегодняшнюю ситуацию, которые используют наш город, мою землю, в своих интересах, чтобы здесь побыть и исчезнуть, я хочу обратиться к ветеранам. Дорогие мои, вы извините, что вообще стало такое возможно, но я вам сразу говорю, я найду. Заказчиков не верну. Заказчиков не верну.